Всем привет! В эфире ННТВ программа о спорте «Хит-трик» в студии Артемий Катков и Александр Быков. Сегодня поговорим о матчах баскетбольного клуба как на российском, так и на европейском уровне, итогах хоккейного клуба «Старт», итогах сезона и новых победах наших спортсменов. Погнали! Начнем с Нижнего Новгорода, футбольного. Команда Роберта Евдокимова продолжает биться за выход в российскую премьер-лигу. Шансы все еще приличные. Да, футболисты Нижнего Новгорода находятся на третьем месте, но отрыв от второго всего одно очко. В очередном туре Олимп ФНЛ футбольный клуб Нижний Новгород провел домашний матч с Краснодаром-2. Футбольный клуб Нижний Новгород не теряет шансов на попадание в российскую премьер-лигу. Команда все еще находится на третьем месте. За 32 тура текущего сезона подопечные Роберта Евдокимова добыли 20 побед и 6 раз сыграли в ничью, что принесло 66 очков. Отрыв от второго Оренбурга составляет всего один пункт. Матч с дублем Краснодара. Нижний начинает с гола. Бека Кавторадзе ударом с острого угла открывает счет. Следующее взятие ворот болельщики нижегородцев увидят только на 34-й минуте. После мощного удара Калинского на добивании играет все тот же Кавторадзе и оформляет дубль 2-0. Команда Роберта Евдокимова грамотно играя в защите и с комфортным перевесом уходит на перерыв. Во втором тайме нижегородцы могут увеличивать счет. Самый верный момент имеет Момо Янсана, когда после его удара мяч попадает в штангу. Финальную точку в игре ставит Тимур Сулейманов. После распасовки в штрафной Краснодара Тимур отправляет мяч в ворота и 3-0. Нижний добывает важные очки. Поздравляю всех нас с победой. Спасибо болельщикам приходят и болеют. Как всегда, говорю, играем для них. Надеюсь, что футбол понравился. У нас мы забили 3 гола, было очень много еще голевых моментов, подходов очень много. Единственное, зачаровал отрезок во втором тайме, где минут 15, конечно, они прихватили мяч и контролировали на нашей половине поля. Но это связано с тем, что мы сделали замену и, может быть, не совсем вошли в игру те футболисты, которые вышли на замену. В перерыве матча футбольного клуба Нижний Новгород с Краснодаром-2 прошла церемония награждения победителей городского межвузовского турнира по мини-футболу среди женских команд в рамках всероссийского проекта «Мини-футбол-вузы». Первое место заняла команда Мининского университета. Серебро – команда ННКУ имени Лобачевского. Третье место заняли футболистки Медицинского университета. В церемонии награждения приняли участие министр спорта Нижегородской области Артем Ефремов, генеральный директор футбольного клуба Нижний Новгород Равиль Измайлов и президент Федерации футбола Нижегородской области Владимир Афанасьев. Не перестает радовать своей игрой и результатами баскетбольный клуб Нижний Новгород что в Европе, что в России. Команда «Зорна Лукича» показывает уверенную игру и набрала отличную серию из побед, за что и получила досрочный выход в финал восьми Лиги чемпионов. Перед европейским матчем команда «Зорна Лукича» отправилась на выезд в Красноярск на игру с Енисеем. Нижний Новгород Нижний с хороших попаданий от Ивана Стребкова и Антона Остапковича. НН ведет 15-7. Дальше все тот же Остапкович еще и зарабатывает 3 плюс 1. И счет уже 24-14. Концовку первой половины завершает Кейси Шепард с Н2 нам 30-20. Следующие 10 минут проходят в более спокойном темпе. Нижний пользуется ошибками Енисея, а красноярцы забрасывают за счет индивидуальных действий 50-41 перед второй половиной. Два трехочковых от Камолова возвращают нижегородцам двузначное преимущество и до конца третьей четверти. НН его сохраняет. За счет дальних еще и от Стребкова с Воронцевичем 72-64. В последние 10 минутки солирует Шепард. Два его трехочковых и еще один от Воронцевича. Помогает Нижнему Новгороду одержать победу 96-86. Контроль о игре 39 минут. Полностью заслужено. Мим какое-то замечание, но знаете, критиковать какие-то детали и моменты в игре очень сложные. Когда вы видите, да, мой коллектив просто выжит как лимон. Очень трудно все это. Поэтому из-за этого огромное уважение, респект игрокам на самоотдачу и на желание выиграть сегодняшнюю игру. Соглашусь с главным тренером Нижнего, Зораном Лукичем. По игрокам на самом деле видно, что они уже устали. Тяжелый график и главное, что сейчас вопрос с выходом из группы в Лиге чемпионов уже решен. И оставшиеся два матча можно играть более экономно и использовать чаще скамейку. В матче с французским Страсбуром для Нижнего Новгорода уже ничего не решалось. Но на своей площадке просто так отдавать игру баскетболисты Зорана Лукича явно не собирались. Баскетбольный клуб Нижний Новгород завершает мартовскую серию игр поражением от французского Страсбура. Матч для команды Зорана Лукича ничего не решает. Нижний уже обеспечил себе выход в финал восьми. А вот французам, наоборот, для того, чтобы продолжить участие в Лиге чемпионов, победа была нужна как воздух. Тем не менее, Нижний Новгород выходит играть основой, чтобы поддержать игровой тонус своих лидеров. В первой четверти команды показывают равную игру 24-24 после стартовых 10 минут. Во втором отрезке нижегородцы переворачивают ход игры и уверенно набирают преимущество 57-45 перед большим перерывом. А вот после отдыха у Нижнего происходит спад в игре, и баскетболисты Страсбура это ловят. Сначала догоняют в счете, а в четвертой четверти и вовсе выходят вперед. Несколько дальних попаданий, и Нижний уже в роли догоняющего 81-88. Сил, чтобы исправить положение у баскетбольного клуба Нижний Новгород не хватило. И 87-97. Черно-белые терпят первое поражение за месяц. К сожалению, потом вторая половина. Начали вроде неплохо, первые две-три минуты, а потом, несерьезно, не спали. Наши соперники добавили на агрессию, энергетически добавили. И мы не смогли обидеть. Просто меня сегодня играли. Дали это с Лезовым, не будешь сказать, что они просто подсели второй половине. Но не хочу оправдывать своих игроков. Дали несколько ситуаций, где нам просто меч уходили из руках. И надо было довести нашу атаку до конца. Мне это не успевали, к сожалению. Поговорим о волейболе. Нижегородский АСК подарил своим болельщикам надежду на выход в следующий раунд плей-офф, одержав победу во втором матче с «Факелом» 3-0. Серия переехала обратно в Новый Уренгой. И, откровенно говоря, гостеприимством там не пахло. После приезда нижегородских волейболистов в Новый Уренгой их поселили в общежитии для рабочих вахтовиков. Вот видео, которое прислали нам сами игроки. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Да, они же сами потом и сказали, что кровати в номерах маленькие, и большая часть волейболистов туда просто не помещалась. К счастью, через федерацию проблемы смогли решить, и нижегородцы вышли на третий решающий матч. Волейбольный клуб «АСК» во втором своем сезоне в Суперлиге смог попасть в восьмерку сильнейших и тем самым получить путевку в плей-офф. Здесь его ждал новоуренгойский «Факел» – крепкая команда, с которой волейболисты из Нижнего Новгорода по ходу сезона встречались дважды в гостях. В Серпухове, где базируется «Факел», нижегородцы дважды уступили – 1-3 и 2-3. И вот теперь на стадии плей-офф волейболисты Юрия Филиппова вновь встречаются с командой из Нового Уренгоя. В первом матче «Верх» одерживает «Факел» 3-1. В ответной домашней встрече «АСК» одерживает победу 3-0 и сравнивает счет. В решающем третьем матче, который проводится в Новом Уренгое, и где у волейболистов Нижнего Новгорода случаются проблемы с размещением, победа вновь остается за хозяевами площадки 3-0. Видимо, из-за всей ситуации с гостиницей и отдыхом после тяжелого перелета команда Юрия Филиппова не смогла найти в себе силы и уступила в трех партиях – 18-25, 16-25 и 18-25. Нижегородский волейбольный клуб «АСК» завершает этот тяжелый сезон, преодолев все ковидные и постковидные ограничения. Сейчас команда Юрия Филиппова собирается в отпуска и скоро вернется, чтобы готовиться к новому сезону. Продолжаем выпуск и вернемся к хоккейному клубу «Старт». Мне все-таки удалось встретиться с руководством и тренерским штабом и поговорить об итогах сезона. Хоккейный клуб «Старт» завершил тяжелый сезон 20-21. Без предсезонки выступать в Суперлиге хоккеистам из Нижнего Новгорода на протяжении всего сезона было явно непросто. Команда хорошо начинала первые таймы, но садилась во-вторых. Главный тренер «Старта» Андрей Бегунов на послематчевых пресс-конференциях не раз обращал внимание, что игрокам не хватает физической подготовки. Оно и понятно. Всем составам «Старт» дважды уходил на карантин по ковиду. И некоторые игроки до конца сезона не могли в полной мере восстановиться. Явный пример – капитан нижегородцев Денис Катков. В концовке сезона он слег с осложнениями и только на последние матчи смог выйти на лед. Длительное время, порядка 20, может, даже больше дней, мы не могли тренироваться всей командой. Тренировались индивидуально, давали задания ребятам. Они занимались дома. Но, естественно, на льду мы не тренировались. И когда первый раз мы вышли на лед в коробку, то было видно, что ребята не только растеряли ту форму, которая была, но ушли на ноль, можно сказать, в минус перед Новым годом. У нас еще 4 или 5 человек тоже заболели. Но мы тогда еще не знали, чем они заболели и как. Но они были с температурой, и 3 человека у нас просто не принимали участие. У нас на замене 1 или 2 игрока было. По приезду также сдали тесты. Выяснилось, что ребята тоже заболели ковидом. Соответственно, опять пришлось этих ребят нам на домашний карантин посадить. Мы также все прошли тесты. И остальные ребята все тренировались. Но у нас игроков было уже мало. Поэтому тоже о полноценных тренировках речи не шло. Что же касается выступлений в Суперлиге, перед командой в начале сезона была поставлена задача выхода в плей-офф. Начало сезона было для нижегородских хоккеистов, откровенно говоря, непростое. Игры, если не с фаворитами чемпионата, то с командами, претендующими на верхние места в таблице. Первую победу нижегородцы одержали на выезде в Казани, где смогли в концовке встречи с Акбарс Динамо вытащить матч 6-5. Победы над Родиной и Мурманом позволили нижегородцам выдохнуть. Но тут же последовало поражение на выезде от Сипсельмаша и той же Родины, где уж точно нельзя было терять очки. В целом, в концовке сезона старт показывал более качественную игру даже с лидерами таблицы. За два тура до конца регулярного чемпионата нижегородцы лишились надежд на попадание в плей-офф. Сказались потерянные очки в середине чемпионата. По итогам сезона старт одержал 7 побед, один раз сыграл в ничью и 18 раз потерпел поражение, вследствие чего занял 11 место, отстав от зоны плей-офф на 9 очков. Конечно, вот эти вот все передряги внутренние, имеются в виду связанные с коронавирусом, они повлияли на результат команды, потому что комплектование команды было такое очень серьезное. Во всех линиях у нас были опытные молодые игроки и свои воспитанники. И мы все-таки планировали, что мы сможем зацепиться за зону плей-офф, но, к сожалению, не получилось. Есть ряд положительных, конечно, эмоций, но в целом результат неудовлетворительный. Одна из возможных причин потери настроя во второй половине сезона – просьба главного тренера Андрея Бегунова об отставке. В любом случае это сказывалось на внутреннюю атмосферу в команде. Правление клуба и Андрей Бегунов договорились доработать сезон, и ему в помощники пригласили Эдуарда Саксонова, тренера молодежки. Это помогло в концовке дать заряд команде. Перед сезоном, перед Кубком России, ушел из тренерского штаба Епифанов Александр Александрович. Он перешел в главный тренер в Казани. И у нас немножко тренерский штаб был в лице Андрея Владимировича только одного бегунова. Мы поговорили с ним, он сказал, что готов самостоятельно работать. Тем более есть в тренерском штабе есть Рябов Вячеслава Геннадьевича, который ему помогал. Но в процессе сезона, из-за этих сложностей определенных, Андрей Владимирович попросил, чтобы дать ему помощника. Мы с Эдуардом Александровичем договорились, и он присоединился к тренерскому штабу. На самом деле роль второго тренера – это воплощение всех идей задумок главного тренера. Андрей Владимирович просто остался не в простой такой ситуации, когда перед сезоном покинул помощник Сан Саныч Епифанов. Поэтому где-то сложно одному работать, это однозначно. Поэтому я лишь помогал ему, где-то каким-то советом, помощью в тренировочном процессе. Собственно, вот в чем заключается роль второго тренера. По завершению сезона в тренерском штабе произошли изменения. Эдуард Саксонов стал главным тренером клуба, а Андрей Бегунов остается в штабе и занимает место помощника. Перед Саксоновым стоит задача – начать готовить команду к следующему сезону. В этот раз для игроков будут делать упор в первую очередь на физику. Придя в первую команду в качестве помощника, он проявлял себя очень хорошо, помогал Андрею Александровичу и с игроками нашел общее взаимодействие, общий язык. И с его приходом молодежь стала больше проявлять себя, потому что начали доверять ребятам. Плюс последние два года Эдуард Александрович работал со второй командой. У него все ребята молодые, которые сейчас играют, они все прошли через него, как сказать, руки. Он их знает практически наизусть. Все-таки надо, я вот уверен, что надо упор делать на своих воспитанников. Понятно, что из 100% невозможно, мы обязательно точно будем усиляться, какие-то позиции, но в основном, конечно, ставку будем делать на свою молодежь, на своих воспитанников. Наша задача основная сейчас – создать коллектив таких единомышленников, и не только хоккеистов, и тренерский штаб, и все, кто окружает команду. Ну и чтобы ребята полностью, понятно, что где-то будет не хватать мастерства, но желание, стремление, самоотдача, вот это, наверное, выйдет на первый план. Что касается предсезонки, то я не думаю, что там что-то будет какая-то… Это обычный рабочий процесс, да, мы его подстроим в зависимости от начала кубка и начнем готовиться к сезону планомерно. На межсезонье одна из основных задач клуба, конечно, сохранение игроков основного состава. Задача не из простых, но решать ее нужно. И после формирования окончательного состава на новый сезон правления клуба соберет команду и тренерский штаб, чтобы озвучить свои задачи на следующий сезон. Главное – вспомнить все свои ошибки, которые были по ходу прошлого сезона, и как минимум их не повторить. Продолжают завоевывать медали воспитанники Нижегородского училища Олимпийского резерва. И сейчас расскажем, в каких видах спорта наше вновь на пьедесталах. В Нижегородском училище Олимпийского резерва вновь чествуют своих воспитанников, победителей и призеров соревнований. В этот раз копилка училища пополняется медалями за шорт-трек, настольный теннис и водное поло. По шорт-треку в Санкт-Петербурге проходили международные соревнования. Кубок Павловского в Нижегородке Полина Войлер, Варвара Дашкова и Валерия Нестерова завоевали золото в эстафете на 3000 метров. А Полина Войлер завоевала еще и серебро на дистанции 500 метров. Мы все могли лучше. Я, конечно, постаралась, но на золотую медаль тоже могла бы выйти. Девочки тоже хорошо выступили. На эстафете мы взяли золотую медаль. В принципе, очень хорошо. На этом медали по шорт-треку не заканчиваются. Арина Гребнева завоевывает две серебряные медали на первенстве России на дистанциях 1000 и 1500 метров. А Людмила Козулина на чемпионате России, который проходил в Коломне, завоевала бронзу на дистанции 1000 метров. Я понимала, что я уже финиширую, уже с медалью, считаю, это победа уже для меня. Это мои первые такие соревнования важные. Я была очень рада. У меня последний год по юниорам. Это с 16 до 18 лет, ой, до 19. Было два первенства России по многоборью. Была упорная борьба, но я заняла второе место. А также была вторая на первенстве России по отдельным дистанциям на 1000 метров. Тоже вторая. Золотые и серебряные медали привезли спортсменки училища Олимпийского резерва с первенства России по настольному теннису. Элизабет Абрамян, Любовь Тенцер и Владислава Воронина стали первыми в командном зачете. Элизабет Абрамян, Любовь Тенцер в паре завоевали золото и разделили между собой личный пьедестал. Элизабет стала первой, а Любовь – второй. Я являлась одним из главных фаворитов. И многим было нечего терять, когда в игре со мной. И мне нужно было втройне настраиваться, перебороть напряжение сильное. Нужно показывать хорошую игру. В личном я заняла второе место. Разыгрывали с Элиз первое-второе. Был тяжелый матч, довольно-таки. Но мы устроили хорошую борьбу. Элиз выиграла 4-2. Я довольна результатом. В начале марта в городе Златоуст проходило первенство России по водному полу до 15 лет. Команда Нижегородской области была сформирована только год назад. И в дебютном турнире смогла занять третье место. Команды были по себе сильные. И несмотря на то, что у нас была команда не совсем собрана, ну как собрана, в плане того, что не было достойной замены, мы все равно прорывались, мы все равно проходили дальше. То есть тут же играла роль нашей, скажем, дружной команды. То есть поэтому мы так вышли на третий уровень, третье место. Доволен на процентов 70. Могли и лучше. В принципе, хороший состав. Девчонки все работают, стараются. Но не хватило длины скамейки. Так как, скажем, собрали команду в этом году и вообще не должны были выставляться на первенство. Но сложилось так, что поехали. Спасибо Новому Ору, которые помогли нам туда попасть. Спортивные сезоны по многим видам спорта только начинаются. Поэтому впереди у воспитанников Нижегородского училища Олимпийского резерва новые турниры. И надеемся, что новые победы. Впереди выходные. И о матчах расскажем чуть позже. А сейчас о главном. Сразу по завершению нашей программы в эфире ННТВ. Финал чемпионата России по мини-футболу среди женских команд. В финале за золотые медали бьется Нижегородская Норманочка. Это первый матч серии. Домашний. Так что мы отправляемся в Фок Мещерский и болеть за наших девчонок. Ну а в эти выходные нас ждут матчи футбольного и баскетбольного клубов Нижний Новгород. Они оба сыграют на выезде в субботу. В субботу и воскресенье Нижегородская Спарта проведет свои матчи в серии Плей-Аут. На этом у нас все. В студии были Александр Быков и Артемий Катков. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова